23 июня и на моем участке созревает сорт малины Гленко. В этом сезоне она меня очень радует своим урожаем, то есть обилие урожая просто завораживает. В прошлом сезоне у меня были неоднозначные мнения по поводу этого сорта. Было не очень стабильное опыление, а в этом сезоне ягоды очень много и опыление отличное. Практически все ягоды, видно погодные условия были хорошие для опыления. Ягода нормальная, опыление было хорошим и урожай конечно налицо. Что хотелось бы сказать по поводу этого гибрида. На мой взгляд это альтернатива и отличная замена обычной малины. Обычную малину я выбросил три года тому назад по причине того, что урожай небольшой, место занимает много и дает очень много поросли. Была у меня ремонтантная малина и я ее конечно удалил, посадил три ряда, делал полив, шпалеру, но она начала выходить за рамки отведенного места и некогда мне заниматься выкорчевыванием поросли. Плюс галлица на ней, ну так же тля, в общем надо профилактические обработки делать. То есть ничем не отличается от тех мероприятий по такой культуре как ежевика и ее гибриды. Но отдача конечно очень высокая от гибридов, в отличие от обычной малины. Поэтому я без сожаления удалил ее, именно без сожаления. Мой знакомый, когда я удалял обычную малину, говорил, ты что, как можно? Ну прошло три года, в этом году у него и у меня мы вместе с ним приобретали ежемалину тайбери, у него польские сорта, полка, по-моему, если я не ошибаюсь, полана, такие крупные, вроде хорошие. Но он мне сказал, ты знаешь, я наверное удалю обычную малину. Прошло три года человек увидел разницу между гибридами по плодоношению, крупной вкусной ягодой, в отличие от обычной малины. Даже пусть она ремонтантная, но она не дает такой урожай, как, допустим, этот же сорт глинко. У него нет ни единой поросли, у него очень мощные новые побеги, замещения, я уже сделал прищипку. Вот они пошли за два метра, сетка натянута. И они уже начали, будут боковые, вот видно, на боковые побеги пошли. Вот. То есть, вот на этом участке он занимает где-то метра два этот куст, два с половиной метра в ширину. И здесь, ну, столько ягоды, просто загляденье. То есть, посадить несколько кустов вот такой малины, это будет замена приличной площадки, где была бы обычная малина. Это не сравнится по плодоношению, по компактности. Обычно у садоводов идет борьба за участок земли, где что посадить. Я не говорю сейчас о гектарах, кто выращивает, там есть возможность такая. У меня компактно все здесь посажено, очень хочется всего и много. И вот такие гибриды, как ежемалина тайбери, очень продуктивнейший сорт. Малина гленко. Это такие гибриды, которые заменят обычную малину с лихвой. И по компактности, и по урожайности. Ну, а по вкусовым качествам кому как. Ежемалина тайбери несравнима ни с чем, допустим. Там шикарный аромат, красивая крупная ягода. В частности, глинко. Ягодка у глинко. Ягодка у глинко как у обычной малины. Вкус как у обычной малины. Ничем не отличается. Только отличается ягода по цвету. Ароматная. Обычная малина. Крупная. Ягода не мелкая. Ягода крупная. Как крупная, хорошая малина. Поэтому я всем рекомендую сажать вот такие гибриды. Особенно тем, у кого идет борьба за клочок земли, и каждая культура хочет получить достойное место, чтобы была отдача продуктивная. Чтобы был результат, и человек получал удовольствие от тех ягод, от той культуры, которая занимает небольшое место, но с прекрасной отдачей. Это то, что нужно как раз в такой ситуации. Отличный урожай. Море, ягоды. Просто смотришь и любуйся. Этот куст молодой. Я думаю, что на следующий год пошли мощные порослевые побеги. Это, по-моему, третья вегетация на этом кусту. В том году была вторая, а это третья. То есть кустик совсем молодой. Еще не может быть нарастет. Какие недостатки по этому сорту. Ну, как и по всем сортам малины. Это пятнисность, которая может проявиться на этой малине. Поэтому обязательно, вот как она плодоносит, срезать старые побеги замещения, как и обычная практика по ежевике. И обязательно сделать профилактическую обработку по новым побегам замещения. Ну, я уже повторюсь, уже говорил неоднократно. Я использую тапсинем в паре с парацельсом. Ну, отличный фунгицид. Альтернатива всяким медным, там, медному купоросу, там, медиан экстра, в частности, допустим, купрасат и все прочее. То есть все препараты контактного действия на основе меди, они имеют всего лишь профилактическое действие, поэтому ими нужно очень часто обрабатывать. В отличие от них, тапсинем имеет системное действие, и поэтому он имеет до двух недель защитное действие. Не смывается дождем, и имеет тот же самый результат, только намного лучше, так как проникает в растения и останавливает очаги болезни, чего не делает уже медсодержащий препарат. Они, они только до того, как. Этот же имеет и останавливающий дефект, и растение останавливается и продолжает вегетировать. Парацельс также очень хороший системный фунгицид. Я его использую в сочетании, пусть будет в дополнение и тот и тот хороший фунгицид, но в дополнение это будет лучший результат. Так что у меня очень положительный отзыв по этому сорту, сорту Гленко. Сажайте, не пожалеете. Красивая, вкусная ягода и очень урожайная.